Так, костюм надел, захилы надели. Противогаз. Посмотрели, все целое. Так, давайте оденем перчатки, пожалуйста. Надевать перчатки выездному фельдшеру помогает амбулаторный. На руки сразу две пары. Их закрепляют скотчем. Сверхзащита. Теперь точно не спадут и не повредятся. Станислав Грибко собирается на блокпост в Севастополь. Из-за границы приехал мужчина. Его нужно транспортировать в обсерватор. Этим и займется фельдшер скорой помощи. Для этого мы учились. И сейчас мы должны помочь людям. Станислав Грибко давно не был дома. Подразделения медицины «Катастроф» на время пандемии поселили в гостинице. Так нужно. Так безопаснее. Сейчас они на передовой. Все, кто работает на время пандемии, эти все люди хотели помогать. Но мы поняли, что в данный момент мы нужны, как наша профессия нужна больше всего сейчас. Древние города Севастополя за особые заслуги в оказании помощи населения в условиях распространения новых коронавирусных инфекций. ТОНИ-19 присуждается. Грибко Станиславу Сергеевичу. С профессиональным праздником севастопольских медработников поздравляет Михаил Развожаев. В Екатериненском зале ДОФА вручает награды. Благодарит за работу. Владимир Владимирович Путин, вчера была опубликована статья, которую сейчас весь мир обсуждает, написал о том, что он по ощущениям сегодняшние наши врачи, медики, медсестры, младший медицинский персонал, они похожи на тех, кто был во время Великой Отечественной войны. Когда они заходят в красную зону, по ощущениям это то же самое, когда вы заходите в красную зону. Труд врачей все оценили и увидели. И поэтому, я надеюсь, это уже трансформируется в государственную политику и будет эта политика только продолжаться. Лауреатом премии в области медицины стала и Ирина Ипатова, главная медсестра 9-й горбольницы. В профессии больше 20 лет. Начинала с санитаркой лаборатории. Долго работала в гинекологии и именно там поняла, в чем смысл работы медика и жизни. После операции, через 7 дней, когда они приходят на выписку, когда это наши девчонки, которые были беременны, а потом приходят к нам со своими маленькими детками, показывают плоды нашего труда. Вот это, наверное, и понимать, что вот в этом цели смысл твоей жизни. В канун праздника отметили и целые коллективы. Особая награда – инфекционные больницы. Благодарность от Валентины Матвиенко вручила Екатерина Алтабаева. Медицина – это, безусловно, соединение науки и искусства. А над всем этим покров великого героизма. Любые планы, любые надежды, любые свершения имеют в своем основе одну базу – здоровье. А без вас сохранение здоровья невозможно. Совершать невозможное приходится и самим медикам в том, что эпидситуация улучшается – их заслуга. А день медработника – еще один повод сказать спасибо. Анастасия Синица, Сергей Котлеренко. Новости Севастополя.